Здравствуйте! Сегодня речь пойдет об удивительном растении, которое еще до середины 18 века занимало обширные площади на североамериканском континенте. А растение, которое до сих пор в некоторых регионах используют как новогоднее дерево, благодаря ветвлению с самого низа, правильной форме и мягким длинным иголкам с голубоватым оттенком. Как многие уже догадались, речь пойдет о сосне белой или больше известной нашим садоводам, как сосна веймут. Растение удивительно по своей красоте и изяществу, не переносит щелочных почв, предпочитает легкие плодородные грунты. В нашем регионе зима и мороза устойчива. Веймутова сосна требовательна к освещению, ей необходимо солнечное проветриваемое место. Лишь в молодом возрасте она может мириться с затенением. Интересная история этой сосны. До 18 века ее можно было повсеместно встретить на территории США и Канады. Однако спрос на ее древесину был настолько велик, что постепенно белая сосна стала занимать все меньше и меньше площади. Древесину активно использовали в кораблестроении. Очень много было вывезено в Англию, где ее использовали для мачт английских судов. Тогда же она и получила свое второе название – сосна Веймута. По одной версии в честь лорда, который вел ее в культуру в Великобритании, по другой – в честь капитана флота ее королевского величества, который впервые привез ее в Англию, с североамериканского континента. Сегодня нет ни одного садовода, который не восхищался бы этой сосной, а особое восхищение вызывает ее сорта. Сложно удержаться, чтобы не прикоснуться к этому удивительному растению. Посмотрите, насколько удивительно нежными и грациозными смотрятся блюшак или вот радиатор. А на минимум можно любоваться часами. Однако, несмотря на это, многие садоводы, особенно последние пять лет, все чаще и чаще отказываются от Веймутовой сосны. Даже на английских островах, где она давно стала всеобщей любимицей, и многие уже не помнят, как и откуда она к ним попала, отказались от массового выращивания этой породы. Связано это с ржавчаным грибком, который вызывает у растения смоленой рак или серянку. По одной из версий, гриб, вызывающий смоленой рак, родом из Китая. Оттуда он попал в Европу, далее пересек океан и оказался на североамеританском континенте. Сосны, растущие в Китае, давно к нему адаптировались, а вот Веймутова сосна оказалась совсем беззащитна перед ржавчаным грибом. Болезнь вызывает нарушение фотосинтеза. Раковые раны препятствуют поступлению воды и питательных веществ, что приводит к резкому снижению текущего прироста больных деревьев. Как следствие, в больные и ослабленные деревья заселяются стволовые вредители, которые только усугубляют ситуацию. Осложняет ситуацию еще тот факт, что промежуточным хозяином грибка является смородина или крыжовник. Сложно себе представить садовый участок без этих ягод. А еще развитию болезни благоприятствует влажный сырой климат. То есть у нас с вами есть все условия для развития смоленного рака на сосне. Что делать? Следить за состоянием растения, не пренебрегать санитарными обрезками. На сегодняшний день есть фунгициды, направленные на борьбу с ржавчиной. Но полностью искоренить это заболевание вряд ли удастся в ближайшее время. Эту проблему вот уже около 200 лет с переменным успехом пытаются решить в США и Канаде. Первый закон о карантине в США был как раз связан с вейматами соснами. Он запрещал ввоз в страну саженцев белых сосен. Позднее такой закон коснулся саженцев смородины, как одного из хозяев ржавчиного гриба. Ежегодно в этих странах тратятся огромные средства на борьбу с этой напастью и на выведение устойчивых к ржавчине саженцев вейматого сосны. Будем надеяться, что в ближайшее время на рынке появятся сорта, которым будет не страшна ржавчина. И тогда мы сможем в полной мере насладиться этой красавицей. А пока я предлагаю обратить ваше внимание на другие пятиигольчатые сосны. На рамелийскую, кедровую, кедровый сладник. Ну, о кедровой сосне и кедровом сладнике у нас есть отдельный сюжет. Если интересно, можно посмотреть. Ссылка будет в описании. На сегодня все. Всего вам доброго. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!